Добро пожаловать на наш канал! Дорогие друзья, гости и подписчики! Сейчас идет рождественский пост и возможно кто-то из вас его соблюдает. Хочу пожелать вам, чтобы этот пост прошел у вас без искушений и в добром здравии. Все, кто в этой теме, тот знает, что пост это не диета и отказ от скоромной пищи, от мяса, молока, яиц и так далее. Цель поста гораздо глубже. В течение всего поста мы очищаемся духовно, избавляемся от каких-либо своих пороков, недугов и грехов. Тот, кто, возможно, захочет поститься впервые, вам, может быть, это будет очень трудно не только морально, но и физически отказаться от той привычной пищи, которую вы ели раньше и перейти на постную. Таким людям я хочу порекомендовать перед тем, как поститься, подготовиться заранее морально или почитать какую-либо литературу духовную на эту тему. Или прийти к священнику в храм и взять благословение. Да, это очень важно, так как пост это не только отказ от скоромной пищи, но это и наше состояние внутреннее, наше состояние души. Как я уже говорила, в течение всего поста мы очищаемся духовно. Так что, если поститься вы не готовы, то лучше и не начинайте. Лучше ешьте ту пищу, которую ели и раньше, чем вы будете есть потом друг друга. Я вообще к чему все это рассказываю и почему я затронула эту тему о посте? Дело в том, что под моими старыми видео, есть у меня отдельно плейлист, называется «Еда в пост». Есть такие видео, меню одного дня в пост, что я ем в пост, что я готовлю в пост. Вот под одним из таких видео, меню одного дня в пост, некая Ната Дмитриева написала мне комментарий. Сейчас я вам его зачитаю. «Классное меню, но в посте не нужны излишества. Чем меньше и проще, тем лучше. Тогда это пост». Дорогая Ната Дмитриева, я хочу поблагодарить вас за ваш комментарий и сказать, что, что вы имеете в виду, не нужны излишества. В этом видео я показала, что я готовлю в течение дня. И хочу сказать, что пост – это не значит, что есть только одну кашу или макароны постные, или давиться жареной картошкой. В этом видео я просто хотела показать, что в пост можно питаться вкусно, постно и разнообразно. Поэтому я не считаю, что у меня здесь какие-то излишества. Для меня это нормальная еда. Я не живу в монастыре и не питаюсь по монастырскому уставу. Я живу в миру и кушаю то, что я могу купить в магазине, на полочках, выбрать то, что мне понравится, и приготовить вкусную, вкусную и разнообразную пищу. И вообще я хочу сказать, что пища нас как не приближает к Богу, так и не удаляет от Него. Пост не в брюхе, а в духе. Постимся постом приятным. Сегодня я опять варю борщ, постный борщ, в который раз уже. В принципе, борщ это такое универсальное блюдо, которое не надоедает. Тут у меня кипит картофель, варится. Делаю зажарку. Пожарила лук, морковь, добавила свеклу. Теперь добавляю томатный сок, у нас свой, натуральный, домашнего приготовления. Где-то в стаканчик. Вот такой он у нас густой-густой. Один год мы делали чисто сок томатный, один год делали такой овощной томатный сок, сладкий перец. Получился вот такой густой. Сейчас немного пережарю, попробую на вкус. Потом добавлю немножечко кислоты. Можно лимонного сока добавлять, можно немножко уксуса для цвета. Но каждая хозяйка варит по-своему. Кто-то вообще не добавляет никакую кислоту. Это уже на вкус и цвет, как говорится. О вкусах не спорят, поэтому у каждого свой борщ. Каждый раз он может быть разный. Так, ну в общем, делаю зажарку. Тут у меня варится, кипит картофель. И сейчас я буду шинковать капусту. Капусту на борщ я шинкую с помощью вот такой вот шинковницы. Очень получается одинаково, тоненько и главное быстро. Надо только аккуратно ей пользоваться, потому что тут очень-очень тонкое и очень острое лезвие. Когда-то, вот как только первый раз я купила эту шинковницу, я ею шинковала капусту и еще не знала вообще, как ею пользоваться. Ну, в общем, неосторожно дернула руку и срезала себе на пальце подушечку. Подушечку пальца. В общем, кровище было немерено. Это были слезы, это была боль. И кололи обезболивающее, в общем, чтобы как-то утихомирить меня. В общем, нашинковала капусту. Все, теперь у меня уже поджарка готова. Отправляю в кастрюлю капусту. Я еще добавила сюда столовую ложку томатной пасты. Немножко для кислинки и для цвета. И где-то вот стакан, чуть больше стакана томатного сока домашнего. Все, картофель у меня разварился, стал мягким. Я еще сюда забросила фасоль консервированную из банки. Все, теперь отправляю, собираю борщ. Отправляю зажарку в кастрюлю. Красивый получился цвет. Борщ, когда настаивается, он получается еще вкуснее. То есть, на второй день борщ самый вкусный считается. Постный борщ, он варится очень быстро. И, кстати, он может быть всегда разнообразный. Можно добавить и фасоль, и бычки в томате, и кильку в томате, и грибы обжаренные. И вообще, любой борщ постный, он универсальный. Любой добавь, получится всегда очень вкусно. Когда я добавляю капусту белокочанную, она жесткая, такая вот плотная сильно, я люблю, чтобы капуста проварилась пару минут. Я всегда провариваю. Пару минут прокипела. Добавил там соли, перца, лаврухи. Капуста закипела и выключил. А многие говорят, вот что ты капусту перевариваешь, что это будет кеся-меся. Ничего не кеся-меся. Я вот варила буквально на прошлой неделе борщ совойской капусты. Так, совойская, она намного нежнее и тоньше. И ничего мне не разварилась. Было вкусный борщ был. Ели, все были сыты и довольны. Нам так нравится. Если вы там привыкли варить, я не знаю, щи какие-то с кислой капустой, то у вас и кеся-меся. У меня хороший, настоящий борщ постный. Если борщ я постный варю без консервы, там гилька или бычки в томате, я могу добавить еще и зубчик чеснока. Ну, это по вкусу. Кто любит, добавляет. Кто не любит, не добавляет. Так, немножечко универсальной приправы. Перец горошком душистый. И лавровка. Лавруха, пару листиков. Сейчас попробую на вкус. Соли будет мало, добавлю. Вот и все. Как только закипит, 2 минуты и все, выключаю. Оставляю борщ настояться. Добавляю немножко черного молотого перца. Вот так, по вкусу. Зелень будем добавлять уже прямо в тарелку. Борщ, он любит петрушку. Меленько покрошенную. Чесночок. Самое главное, чтобы борщ настоялся. Тогда он получается очень вкусный. Пока настаивается борщ, я хочу быстренько отварить цветную капусту и вот эту брокколи. Я очень люблю ее. Очень полезная, много витамин. Иногда я запекаю, иногда просто отвариваю в течение 3 минут в подсоленной воде. И хочу приготовить еще, вот у меня есть вешенка. Обжарю луковицу, пошинкую, порежу грибочки. И приготовлю рис. У меня рис вот такой вот бурый, не шлифованный. По совету диетолога. Я питалась 3 недели и по меню диетолога, точнее. И вот этот рис, бурый рис, не очищенный такой, не шлифованный, самый вкусный. Она нас научила кушать, нашу группу, которая питалась по меню. И мне он очень нравится. И теперь я вот только его и готовлю. Вот этот вот, он очень полезный. Я сейчас покажу упаковку, как он называется. Вот такой вот рис я беру. Рис не шлифованный бурый, производства Таиланд. Таиланд, фирма Трапеза, по полкилограмма. Я уже не помню, поскольку, сколько его цена. Но я хочу вот показать для тех девочек, которые питаются правильно, ППшники. Вот здесь белков 7,2 грамма жиров 0,64 и углеводов 74,3. Вот, этот рис теперь мой самый любимый. Я его буду варить, сейчас промою и как обычно, на 1 стакан риса 2 стакана воды. Капуста у меня проварилась в течение 3 минут. Достаю ее из кипятка. И резко опускаю ее в ледяную воду. Буквально пару минут побудет в ледяной воде. Воду солью и капусту можно будет сбрызнуть соком лимона и немного растительным маслом. Капуста немного остыла. Сбрызгиваю соком лимона. Это по вкусу каждый добавляет. Ну, совсем чуть-чуть надо. Чтобы вкус не был такой прям пресный. Чуть-чуть. Подсолю немножечко. И заправлю маслом. Я использую кукурузное масло, мне очень нравится. Можно липковое. Можно обычное подсолнечное масло. Вот так. Немножко кукурузного масла добавляю. И все это можно просто кушать. Сейчас еще приготовлю рис и обжарю грибы. Сейчас попробую. Очень вкусно. Цветная капуста вообще бомба. Попробуйте приготовить, не пожалейте. Вот просто, просто вкусно. Пальчики оближешь. Готовлю вешенки с рисом. У меня варится рис. Одну небольшую луковицу я порезала такими вот полукольцами тонкими. Сейчас буду обжаривать. Обжариваю все это в глубокой сковороде. У меня вог. Так как сюда же я потом буду и добавлять рис. Рис немного протушу вместе с грибами. И у меня будет такое ризотто грибное. В общем, импровизирую. Сейчас порежу грибы меленько. Примерно вот так я нарезаю грибочки. Буквально за пару минут у меня поджарился, слегка подзолотился лук. Все вместе буду с луком обжаривать до готовности грибов. Затем посолю, поперчу. Можно будет немножко добавить грибной приправы. И вот потом уже в самом конце, когда приготовится рис, все это вместе смешать с рисом. Девочки, ну или мальчики, кто там по ту сторону экрана смотрит, вот так выглядит бурый рис. Он у меня уже приготовился. Варила я его в течение 20 минут, слегка подсолила. Вот так он выглядит. Готовый, смотрите, рассыпчатый. Все, теперь я его готовый рис уже добавляю к обжаренным грибам. Вот так выглядят мои обжаренные грибы. Это у меня вешенки, обжаренные с луком. Я уже их посолила и поперчила. Немножко добавила грибной приправы. Сюда же добавляю уже отваренный рис. Все перемешиваем. И сразу же выключаю газ. Накрываю крышкой и дам настояться. Получается у меня вот такое грибное ризотто. Постное и очень вкусное. Главное, чтобы грибы не были сильно выжарены, чтобы они оставались мягкими, сочными. Очень вкусно. Просто, постно. Ну, как раз то, что нужно кушать во время поста. Как говорил один святой старец, где просто дамы ангелов соста. Борщ у меня уже готов, настоялся, налила тарелочку. Сейчас буду кушать. Кстати, я вот борщ кушаю теперь с хлебцами. У меня в этот раз гречневые хлебцы. Очень вкусные, полезные. Я от хлеба вообще отказалась. Раз уже пошел разговор о хлебцах, я покажу, какие я покупаю хлебцы вместо хлеба. Вот такие я беру пшенично-овсяные, диетический продукт без дрожжей из цельного зерна. Потом я беру вот такие хлебцы житни. Мне больше всего нравятся вот такие пшенично-овсяные. Но эти тоже очень вкусные. А вот это гречневые, еще вкуснее. Вообще, самые классные. Ребята, в отделе диетического питания, в магазинах хлебцов вообще великое множество. Можно выбирать на свой вкус, какие вам нравятся. Вот я пробую, для себя определяю, какие мне больше понравятся, такие я и буду покупать. Вот я еще взяла вот такие. Вот это с пророщенного зерна, без муки и всяких там разрыхлителей. Также вкусные. Эти с семенами подсолнечника и кунжутом. Они еще есть с перцем, с укропом, кукурузные такие есть. Вот, сейчас покажу вам еще вот такие кукурузные. Вот, рисово-кукурузные, без глютена. Полезная альтернатива хлебу. Кукурузные также очень вкусные. Вот, посмотрите, какие. Хорошая замена хлебу. Вот так выглядит у меня рис с грибами. И вместо салата отверная капуста, брокколи и цветная. Очень вкусно, просто, постно. Спасибо всем, что оставались со мной. В следующем видео я поделюсь с вами рецептом постных котлет из щуки. Всем пока-пока!